Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире радио ОСА Чикаго, у микрофона Сергей Сосновский. Сегодня мы, как и всегда, начинаем наш эфир с авторской колонки нашего главного редактора Александра Этмана. Хотя сегодня это скорее не колонка, а литературное упражнение. Что ж, нашему главному редактору можно позволить и такое. Итак, свадьба Давида. Вчера гостил на юбилее у чудесных людей в Майами. Сегодня утром выяснилось, что руки к компьютерному перу не тянутся. Ох уж эти юбилеи в Майами. Ох уж этот я, простите, если послышалось на этих юбилеях. Короче, принимаю во внимание, что а. я и так вкалываю ежедневно, б. что скоро мне возвращаться в седой зимы угрозы, В. что только я туда вернусь, я буду снова жизни полн. Таков мой организм. Извольте мне простить, ненужный прозаизм. Пункты Б и В непроизвольно украдены у Александра Сергеевича. А главное, у героя ниже следующего вчера был день рождения. Надеюсь, что вы меня простите за повторение чуть поправленного для книжки рассказа трехлетней давности. Не скажу, что у Давида Килова и Джозефа Пулитцера, никакой он, кстати, не Пулитцер, а обыкновенный Пулитцер, много общего. Но кое-что есть. Во-первых, они дико похожи. Во-вторых, Давид родился в латвийском местечке Прейли, про который в справочниках написано. Проживало 2104 жителя. В том числе православного вероисповедания 242 человека, римско-католического 434 человека, иудейского 1375 человек, остальные иного или безонного. А Джозеф при рождении Йожев появился на свет в местечке Мако в Венгрии, недалеко от границы с Сербией и Румынией. В-третьих, оба мечтали о военной карьере, но слабое зрение поставило крест на этих мечтах. Обоих, можно сказать, увлекла журналистика. И в-пятых, оба были чрезвычайно ответственны, когда речь заходила о газете. Все, на этом сближения заканчиваются. Ну, если не считать главного. К 45 годам оба стали юридически слепыми, то есть почти полностью ослепшими. Джозеф до этого успел уехать в Америку, выучить английский язык, купить сначала одну, потом другую, затем третью газету, стать основоположником желтой прессы, неприлично разбогатеть, быть избранным в палату представителей от штата Миссури и Нью-Йорк, разумеется, не одновременно, спасти статую свободы от путешествия назад во Францию, пожертвовав и собрав деньги на фундамент и постамент со 120 тысяч человек, большинство из которых дало по доллару. Повоевать с Уильямом Хёрстом, немножко сойти с ума и дико страдать не только от слепоты, но и от болезненной чувствительности к шуму. Умер он в 64 года на борту своей яхты под названием «Свобода», незадолго до смерти написав завещание, в котором зачем-то говорится «Только искреннее чувство ответственности спасет журналистику от раболепства перед классом имущих, которые преследуют эгоистические цели и противодействуют общественному благоденствию». Сегодня можно с уверенностью сказать, что никто этого завещания не читал или читал, но не понял. К летальному исходу на его личном счету было 22 миллиона долларов, что в переводе на нынешние деньги составляет чуть больше 3 миллиардов. Имя Пулитцера носит высшая журналистская премия США и школа журналистики Колумбийского университета, на основании которой он пожертвовал 2 миллиона и которая открылась через полтора месяца после его смерти. Колумбийский университет в те времена крайне неохотно принимал евреев, вводил, как и многие другие престижные вузы, лимиты на них, но Пулитцеровские миллионы принял сразу. Когда вчера Рос Стивенс отнял у Пенсильванского университета 100 миллионов долларов за антисемитизм руководства, его президент Элизабет Мегел подала в отставку. Пулитцер бы аплодировал Стивенсу. Давид Киллов был простым советским инвалидом по зрению. На свое счастье он умудрился повстречать на жизненном пути ангела Виктора Марковича Резника Мартова. Между прочим, годы идут, и уж маячит финиш, а я по-прежнему не могу найти хотя бы отдаленно-тождественно-чудесного человека, каким был мой учитель журналистики. Виктор Маркович немного навеселе возвращался с рыбалки на Рижском вокзале и сбил с ног маленького слепого еврея, который неожиданно возник на его пути. Виктор Маркович поднял сначала его, потом палку-трость, уравновесил все это на перроне и сказал «Извините». «Ничего-ничего», ответил пострадавший. «Я привык». «Давид», представился он. «Похож», сказал Виктор Маркович. «Вы рыбак?» Щурец спросил Давид. «Да», сказал Виктор Маркович. «А как вы догадались?» «Рыбак рыбака видит издалека», сказал Давид. «Сильно сомневаюсь», сказал Резник Мартов. «Какое у вас зрение?» «От вас пахнет рыбаком», сказал Килов. «Я очень люблю ловить рыбу, и иногда она ловится, когда я чувствую натяжение лески. Но на прошлой неделе я вошел в воду слишком глубоко и чуть не утонул». Вскоре в газете «Советская молодежь» появилась рубрика «Где? Как? Клевало». Давид полюбил вокзал, где встретил своего ангела, который возглавлял тогда отдел спорта рижской газеты «Советская молодежь». Он встречал электрички, вынюхивал рыбаков, расспрашивал их, записывал их имена и номера телефонов. У самого Давида телефона не было. Он часами простаивал в будке название своим осведомителем. Нетерпеливые граждане стучали по будочному стеклу двухкопеечными монетами, а Давид стучал им в ответ палочкой-тростью. А если это не помогало, кричал «Вы мешаете мне работать, я корреспондент газеты «Советская молодежь». В то время я учился, наверное, в классе пятом. Был тайно влюблен в Лиду Транзинскую, играл в хоккей и советских газет не читал. Но прошло время, и я оказался в той самой газете. И в числе прочих обязанностей на меня легла подготовка рубрики «Где? Как? Клевало». Каждый понедельник ровно в 11 утра в отдел спорта заходил Давид Килов. Ровно в 11, потому что в 10 начиналась планерка, а потом до 11 журналисты быстро приводили себя в порядок в кафе «Дома печати». А Давид приезжал заранее, подходил к милицейскому пропускному посту, просил дежурного сообщить ему, когда будет 10.55. Так было и в тот понедельник. «Здравствуйте, Саша», — сказал Давид. «Вручаю вам свежий материал. Как вы думаете, когда он выйдет в свет?» «Если не случится внеочередного пленума ЦК КПСС, то завтра», — ответил я. «Не дай бог, не дай бог», — замахал руками Давид и ушел. К Виктору Марковичу, который тогда уже был ответственным секретарем. «Здравствуйте, Виктор Маркович», — сказал ему Давид, на средней скорости врезавшись в стол. «Я принес свежий материал и вручил его Саше Этману. Как вы думаете, когда он выйдет в свет?» «Давид», — отвечал ему Виктор Маркович. «Вы, конечно, не видите, но тут в кабинете сейчас я не один. Идет обсуждение номера. Мы работаем». «Извините», — сказал Давид. «Виктор Маркович, я решил жениться и прошу вас быть моим посаженным отцом». «Давид», — мягко сказал Виктор Маркович. «Я не могу быть вашим посаженным отцом. Во-первых, мне кажется, я моложе вас. Во-вторых, в народном свадебном православном обряде, и я подчеркиваю Давид православном, посаженный отец — это мужчина, заменяющий жениху или невесте родного отца или благословляющий нареченного сына или дочь перед отправлением в церковь. И я еще раз подчеркиваю, в церковь, Давид, понимаете?» «Понимаю». «Свадьба только через три месяца. В диетической столовой на Красноармейской. Я принесу вам специальный пригласительный билет». Избранница Давида тоже была юридически слепой. Для меня до сих пор остается загадкой, как они повстречались. В смысле, как увидели друг друга. Какой магнит их притянул? Ведь вероятность любви с первого или сотого взгляда тут категорически отпадает. Неужели они столкнулись у офтальмолога? Или на эспланаде, или на вокзале? Может, от избранницы пахло рыбой, как от русалочки, и Давид поймал ее, потому что почувствовал натяжение лески? А может, они сошлись по принципу выбраковки, чтобы поддерживать друг друга, раз уж так вышло. Наступил день свадьбы. Почему они назначили ее на понедельник? Видно, в ЗАГСе не было других вариантов. Скорее всего. Во всяком случае, в пригласительном, который получил и я, значилось понедельник, 5 апреля 1982 года в 13.00 средь бело-рабочего дня. «Давид», — сказал я, «Вы можете не приезжать в 11 утра 5 апреля. Готовьтесь к свадьбе». «Что вы, Саша?» «А как же без... Как где клевало?» испугался Киллов. «Почему без?» — сказал я. «С!» Там будет написано. В минувшие выходные дни на большинстве водоемов республики ловля шла с переменным успехом. Удовлетворительно клевала плотва в Лелупе и на озере Баббете. Разочарованными возвращались рыболовы с озера Энгуре, довольными с озера Разнос, где сразу шестерым любителям удалось поймать угря. И ваша подпись. «Откуда вы все это знаете?» с ужасом вопросил Давид. «Я учу все ваши материалы наизусть», пошутил я. «Меня заставляет Виктор Маркович». «Я буду ровно в 11», — сказал Давид. «Но 5 апреля в 11 утра Давид не пришел. Он переволновался перед свадьбой и перепутал троллейбусы. Или его кто-то ввел в заблуждение. Испугавшись выходить в неизведанное, он доехал до конечной, до больницы имени Страденя, и там сердобольная старушка сказала, что ему нужна восьмая остановка по пути назад. И Давид сел на место для инвалидов и приготовился считать остановки. Он надеялся, что не опоздает, поскольку выехал заранее. Но тут к нему обратился водитель троллейбуса. «Вы талон собираетесь компостировать?» «У меня проездной», — сказал Давид. «Предъявите», — сказал водитель. Давид стал шарить по карманам. Проездного не было. В правой руке у Давида была палка-трость, а в левой свежий материал в рубрику «Где как клевало». В правом кармане брюк, носовой платок. В левом довольно внушительная дырка. Все. Выпал проездной. «Выпал проездной», — сказал водителю Давид. «Тогда выходите», — сказал водитель. «Я инвалид. Юридически слепой», — сказал Давид, дрогнувшим голосом. «У меня через два с половиной часа свадьба, и я еду в Дом печати сдать вот этот материал, потому что я журналист советской молодежи». «А я Наполеон», — сказал водитель. «Выметайся». «Пожалуйста, поверьте мне», — попросил Давид. «Не будьте подлецом». «Подлецом», — взвился водитель. «Убирайся отсюда, жидовская морда». Он вырвал у Давида рукопись, выбросил бумаги через дверь и стал толкать его в проем. «Как вам не стыдно?» — закричала старушка. «Он же ничего не видит». Но оказалось, что это не так. Через мгновение Давид нанес два сокрушительных удара по голове Голиафа своей видавшей виды тростью. Очень хлестких и точных. И пал враг, как филистимлянин на картине «Караваджо». И этот троллейбус уже никуда не поехал. Водителя, благо больница была рядом, повезли на каталке зашивать голову и чинить сломанный нос, а Давида — в отделении внутренних дел. Откуда дежурный позвонил Виктору Марковичу, Виктор Маркович — директору стадиона «Динамо», Павлу Михайловичу Водлевскому. А кому позвонил Павел Михайлович и кто там кому звонил дальше, я даже боюсь предположить. Потому что когда мы с Виктором Марковичем на редакционные «Волги» приехали в отделение, Давид пил чай с пряником, угощаемый капитаном, и выглядел бодро. Но услышав голос своего ангела, он заплакал и сказал, как-то совсем потеряно. «Виктор Маркович!» Водитель троллейбуса уничтожил свежий материал. Виктор Маркович в этот момент душевно обнимал капитана. Я не думаю, что они были знакомы, но кто знает. А я обнял Давида и сказал, «Все хорошо, Давид, все хорошо». «О, и вы здесь, Саша?» А ангел сказал, «Теперь вы настоящий Давид, Давид». А капитан хмыкнул и добавил, «Вы ему объясните, что руки распускать нельзя», сказал он, «особенно с таким колом». Статья 206. Деяние, совершенное с особым цинизмом. «Но если мы поторопимся, то успеем в ЗАГС», предложил Виктор Маркович. «Это я вам говорю, как посаженный отец. Невеста привезет чистый пиджак прямо туда. Вы ведь не пойдете под венец, обогренный кровью филистимлянина». Давид продолжал плакать на плече Виктора Марковича. Светлая память обоим. «А на большинстве водоемов республики ловля шла с переменным успехом». «Я вам скажу, и мои друзья Сережа и Дима не дадут соврать, что и щука, и лещ, и даже простая платва до сих пор клюет не так, как хотелось бы». Александр Этман Признаюсь честно, в который раз перечитывая этот текст, читаю я его уже не первый раз, вы, наверное, это слышали, даже во время прочтения я немножко хмыкал в определенных местах, потому что, ну, как сказать, я очень люблю хлесткий и такой тонкий текстовой или текстовый юмор нашего главного редактора. Что ж, друзья, переходим к рекламным объявлениям для жителей Южной Флориды. Это Свет Медиа, это радио ОСА Чикаго. Подписывайтесь на наши социальные медиа, это Свет Медиа в Facebook, группа Свет Коннект Флорида для тех, кто слушает нас во Флориде. Также эти аккаунты есть и в Instagram, Свет Медиа Групп и Свет Флорида в одно слово. Напоминаю также про то, что у нас есть сайт, на котором обязательно нужно следить за новостями, за нашей аналитикой, за нашими публикациями. Сохраните адрес свет.com у себя в закладках. И, конечно же, Свет Медиа существует в YouTube, на котором мы выкладываем записи наших радиопрограмм. SkyBiz Бизнес-услуги для любого этапа развития вашей компании. Наша цель – сделать управление бизнесом легким и не вызывающим стресса, чтобы вы могли сосредоточиться на ведении своего дела с радостью и энтузиазмом. Добро пожаловать в сеть SkyBiz Services Network. Мы рады представить вам обновленный список бизнес-услуг. Наши сотрудники работают по всей территории США, а все встречи мы проводим удаленно, используя технологию веб-конференций. Вы можете встретиться с нами, не выходя из дома, офиса, на пляже или в любом другом удобном для вас месте. Мы с нетерпением ждем ваших звонков и всегда рады помочь вам. Услуги бизнес-консалтинга, услуги по регистрации бизнеса, оформление лицензий и разрешений, настройка программного обеспечения, онлайн-бухгалтерия и налоги, бухгалтерская поддержка QuickBooks, кадровый учет и расчет заработной платы, налоговое планирование, электронная подача налоговых деклараций, финансовый консультант онлайн, услуги по финансовому планированию и по аудиту бизнеса, а также по технико-экономическому обоснованию, нотариальные услуги, в том числе и удаленные мобильные, оформление доверенностей и оформление квитанций об оплате услуг. Адрес в интернете www.skybisservices.com email info at skybiss.com Телефон 850-305-07-07 Светлана Миславская и Ольга Полищук Только два, но прекрасных вечера Фонд поддержки балета представляет сезон праздников со звездами балета Суперзвезды Наталья Осипова Людмила Польеро Кристина Шевченко Матье Ганио Аран Белл Ллойд Найт Джейсон Киттельбергер Мира Надон Синь Ин Питер Уокер Орен Звулун Франческо Куокио Бриана Палмер Александр Мармелехус и другие Хореография Джорджа Баланчина Кеннета Макмиллана Алексея Ратманского Уэйна Макгрегора Джастина Пека Рамии Байара Джона Ноймайера Джейсона Киттельбергера Танцоры из Кибуц Контемпори Дэнс Компани Опера Де Пари Королевская опера Лондона Нью-Йорк Сити Беллот Американ Беллот Театр Марта Грэхэм Дэнс Компани Джоффри Беллот Скул оф Нью-Йорк и других Эти артисты поднимут вам настроение и оставят неизгладимый след в праздничном сезоне Программа подготовлена фондом поддержки балета некоммерческой организацией, поддерживающей молодых талантливых танцовщиков и осуществляющей танцевальные проекты на международном уровне 29 и 30 декабря в 7 вечера в Аршт Центре Майами 13.00 Бискейн Бульвар Новаторский ресторан в самом сердце Северного Майами Pearl by Chef IP 2420 North East Miami Gardens Drive Он появился благодаря желанию его хозяина разнообразить репертуар изысканных ресторанов Майами Меню здесь сочетает в себе элементы средиземноморской и японской кухни с фирменным штрихом шеф-повара и владельца Айзека Перламана Среди фирменных блюд жареный гриб маитаке с черным чесноком и юзу Филе дикого морского леща с маслом мисо и салат цезарь с васаби и трюфелем Шеф-повар IP возвысил повседневную кухню, используя лучшие ингредиенты для сочетания сложных вкусов с безупречной гастрономической техникой Продуманное до мелочей пространство приятно удивит вас уютом и комфортом Pearl приглашает гостей по любому поводу, от обычного ланча до романтического ужина в городе Шеф-повар IP и его команда также владеют компанией по организации частных мероприятий более чем 10-летним опытом работы Они специализируются на проведении любых мероприятий, от званых ужинов до крупных корпоративных мероприятий в любом месте В самом ресторане, на его крыше с видом на авентуру или прямо в вашем доме За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 786-638-1392 786-638-1392 Или по электронной почте info at pearlrestaurant.com Chen Senior Medical Center в Авентуре принимает новых пациентов Замечательный русскоязычный врач Феликс Груцки Родился, кстати, в Чикаго, точнее в Оук-парке Еще раз уточняю Эта медицинская клиника специализируется на пациентах свыше 65 лет Номер телефона 305-466-733-33 305-466-733-33 Это был рекламный блог для наших слушателей в Южной Флориде, а мы продолжаем с обзором американских и мировых событий Семь бед, один ответ Роберт Бобби Кримо III, расстрелявший парад, посвященный Дню Независимости США 4 июля 2022 года в Хайланд-парке Иллинойс, отказался от государственного адвоката графства Лейк и будет защищать себя сам 23-летнему Бобби Кримо грозит пожизненное заключение, если его признают виновным хотя бы по нескольким из 117 пунктов обвинения за то, что, открыв огонь, он убил тогда 7 человек и ранил около 50 Кстати, наш редактор внимательно следит за этим процессом не только как репортер, но и как свидетель трагедии, которому просто повезло Судья Виктория Рассетти уточнила, понимает ли Кримо, какое наказание ему грозит и уверен ли он, что хочет отказаться от назначенного ему судом адвоката Я хотел бы действовать самостоятельно, сказал Кримо До этого прокуроры и государственные защитники Крима договорились о дате суда в феврале 2025 года Но внезапное решение Крима изменило ситуацию Теперь обвиняемый в расстреле парада должен предстать перед судом 26 февраля 2024 года Все досудебные ходатайства, которые он хочет подать, должны быть зарегистрированы в суде до 5 января Прокурор графства Лейк Эрик Риннехарт сообщил, что его офис будет готов к судебному процессу через 11 недель Содеянная Крима – самая массовая бойня в истории штата По количеству пострадавших она превзошла расстрел итальянской группировки Аль Капона членов ирландской группировки Бакса Морана 14 февраля 1929 года Быть или не быть? Вот в чем опрос Опрос Wall Street Journal показал, что 55% американских респондентов считают, что Израиль предпринимает военные действия, необходимые для самозащиты и предотвращения нового нападения Хамас 25% считают, что военные действия Израиля непропорциональны и заходят слишком далеко 30% ситуации в достаточной для оценки степени не владеют А вот результаты свежих опросов по гипотетическим выборам президента США такие Джо Байден 44%, 1,1% Он уступает Дональду Трампу 45,7%, а 10,3% не определились Джо Байден 44,9% уступает Рону де Сантису 46,6%, а 8,6% не определились Респондентам также предложили выбрать между Трампом и вице-президентом Камалой Харрис на случай, если Джо Байден по каким-то причинам не сможет баллотироваться Трамп лидирует с 49,1%, а у Харрис 42,4%, 8,5% не определились В любом случае, пожалуйста, не нервничайте, я вот годами пользуюсь советом Фаины Георгиевны Раневской и не жалею Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь Тем временем, Гугл объявил, что американцы чаще всего в этом году интересовались в поисковике «Войной в Израиле и Газе», хотя она началась только 7 октября На втором месте футболист Баффало НФЛ Дамар Хамлин, переживший остановку сердца в матче против Цинценати А на третьем фильм «Барби», на четвертом скоропостижно скончавшийся актер Мэтью Перри Слово дано, но через год оно может улететь воробьем Соединенные Штаты помогут Украине создать вооруженные силы, которые будут способны сдерживать Россию в будущем Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе совместного выступления с прибывшим в США с официальным визитом президентом Украины Владимиром Зеленским «Вместе с нашими союзниками и партнерами мы полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее возможности вести боевые действия, а также создать в будущем силы, способные отражать российскую агрессию в предстоящие годы», — сказал министр обороны США «Мы всегда будем помогать Украине бороться, защищая свою территорию и своих граждан. Мы твердо нацелены сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем, в том числе против наших союзников по НАТО» Украина представляет большое значение для безопасности как США, так и в целом глобальной безопасности 21 века Звучит многообещающе, но через год, возможно, Остин будет готовиться сдавать дела Так что Зеленскому, похоже, летать и летать Затем он встретился с президентом Байденом, который повторил слова своего министра, а потом президент Украины выступил в Сенате И в итоге увез домой серьезное материальное подтверждение сказанного Согласно законам гостеприимства Республиканские губернаторы Техаса, Миссисипи, Южной Каролайны, Южной Дакоты, Теннесси и других штатов, пытаясь продемонстрировать серьезность кризиса с мигрантами, отправляют автобусы с мигрантами в штаты, контролируемые демократами И города, контролируемые ими же Республиканцы утверждают, что эти действия необходимы, чтобы показать остальной стране, какой она станет очень скоро из-за наплыва мигрантов Естественно, много автобусов прибыло и в наш многострадальный Иллинойс И больной на голову город Ведь мэр – это городская голова Но наш мэр, великий Брэндон Джонсон, призывавший к милосердию и на словах демонстрировавший гостеприимство, уже начал подавать десятки исков против недобросовестных автобусных компаний, перевозящих мигрантов с южной границы и из других штатов Которые рекомендуют мигрантам ехать туда, где их ждут Забота о более чем 24 400 мигрантах, прибывших в Чикаго с августа, приобрела особую актуальность с наступлением зимы и стала проверкой того, насколько гостеприимным может быть город Сообщает Чикаго Трибьюн Город подал 55 исков с тех пор, как ввел новые правила о том, когда и куда могут прибывать автобусы в середине ноября, сообщили в юридическом отделе Иски касаются 77 автобусов Представитель мэрии Касио Мендоза осудил неавторизованные, не скоординированные автобусные рейсы Он заявил, что Чикаго продолжает принимать посетителей убежища, но город не может обеспечить безопасный и эффективный приют мигрантам, когда автобусные компании, работающие по контракту со штатом Техас и другими штатами, грубо нарушают все меры безопасности, предпринятые городом Чикаго ввел вчера новые правила для автобусов, касающиеся того, как и где они могут высаживать мигрантов Эти правила включают в себя ограничения на количество автобусов в час и ограничение времени высадки только с понедельника по пятницу с 8 утра до 5.30 вечера По сообщениям, для высадки пассажиров автобусом также требуется разрешение городских властей Кроме того, Джонсон хочет получить возможность конфисковывать автобусы, не соблюдающие новые правила и выписывать штрафы до 3000 долларов По данным The Tribune, только начиная с мая в город прибыло более 460 автобусов с мигрантами Сейчас, когда температура опускается ниже нуля по шкале Цельсия, они спят на улицах и в полицейских участках Чикаго Что они делают днем, спросили мы у знакомого полицейского Все, ответил он Большая разница Специальный агент ИРС Гэри Шепли и следователь по уголовным делам ИРС Джозеф Зиглер Обратились в Конгресс, утверждая, что на решение прокуратуры, которое она принимала в ходе федерального расследования в отношении сына президента Джо Байдена Хантера Байдена, влияло давление сверху И вот позавчера Байдену-младшему были предъявлены новые обвинения об уклонении от уплаты налогов на 1,4 миллиона долларов и подачу ложных налоговых отчетов По трем тяжким преступлениям и шести более мелким правонарушениям, как выразился специальный прокурор Дэвид Вайс, который подал обвинение в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии Все задолженности по налогам впоследствии были уплачены, на что язвительно указал адвокат Хантера Байдена Сам Хантер прокомментировал происходящее нецензурной бранью, хотя папа просил его не ругаться на публике и вести себя хорошо Сыну президента от первого брака в феврале исполнится 54 года Ленин, например, в этом возрасте уже умер Шепли, Зиглер и другие сотрудники налогового управления, дававшие показания в Конгрессе, в том числе Майкл Батфорд критиковали Дэвида Вайса, заявляя, что он допустил истечение срока давности по налоговым обвинениям против Хантера Байдена за 2014 и 2015 годы в округе Колумбия Сына президента теперь будут судить за преступления, совершенные им с 2016 по 2020 годы В 2014 году, уточняют Шепли и Зиглер, Хантер Байден скрыл информацию о доходах от украинской газовой компании Burisma Holdings, членом совета директоров, который он был с 2014 по 2019 годы Если его признают виновным по всем пунктам, то Хантер отправится в тюрьму на 17 лет В ходе слушаний также выяснится, кто именно давил сверху на прокуратуру Так выпьем же за большую разницу между США и Россией Где подобное никогда не случится по отношению к самому президенту Детям президента, коллегам президента, хоккеистам президента, дзюдоистам президента, виолончелистам президента, дирижером и режиссером президента Не говоря уже о сенсационном вчерашнем решении президента баллотироваться в президенты в пятый раз Почем позиция? Специальная комиссия Пенсильванского университета, рассмотрев ситуацию, связанную с поведением на слушаниях в конгрессе президента университета Элизабет Мэггел сообщила, что не видит причин для ее немедленного увольнения Причина, правда, тут же нашлась, и уже в начале будущей недели комиссия планировала собраться повторно, но не понадобилась Мэггел подала в отставку Объясняем почему Пенсильванский университет потерял 100-миллионный грант из-за антисемитской позиции Мэггел Напомню, что президенты трех крупнейших американских учебных заведений Пенсильванского и Гарвардского университетов, а также Массачусетского технологического института выступали на слушаниях Комитета образования Конгресса, куда их вызвали после серии антиеврейских и антиизраильских демонстраций в этих учебных заведениях во время которых звучали откровенно антисемитские лозунги и призывы убивать евреев Мэггел Кладин Гэй Гарвард и Салли Корнблат МТИ не только не осудили действия экстремистов, но фактически поддержали их Поведение всех трех президентов и их ответы в Конгрессе попали на видео, которое быстро разошлось в соцсетях На опубликованных кадрах видно, как все три президента уходят от прямого ответа на вопрос, будут ли наказаны студенты, призывающие к геноциду евреев Проводившая слушание конгрессвумен Элиза Стефаник потребовала немедленного исключения всех троих исправлений и увольнения с должностей После сообщения комиссии крупнейший спонсор Пенсильванского университета, основатель и генеральный директор компании Stone Ridge Asset Management Рос Стивенс заявил, что он был потрясен «Я отзываю находящиеся у Пенна акции Stone Ridge на сумму 100 миллионов долларов из-за поведения его президента Элизабет Мэггилл», написал Стивенс «От степени лояльности которого во многом зависит дальнейшая судьба университета» После этого Мэггилл извинилась, ее примеру последовала и Кладин Гей, а вот Салли Корнблат пока нет Сегодня 74 конгрессмена обнародовали письмо, в котором призывали к увольнению всех троих Параллельно Министерство образования объявило, что открыто аналогичное расследование в отношении еще шести учебных заведений на предмет поддержки их администрациями антисемитских акций Это университет штата Монтана, университет Тулейн, колледж Юнион, университет Цинценати, колледж Санта-Моника и весь школьный округ КОБ в Джорджии Зимой и летом одно вето США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призвала бы к прекращению огня в Газе Наша страна стала единственной страной в Совете, состоящим из 15 членов, которая проголосовала против резолюции, раскритиковав ее за то, что она не осуждает нападение Хамас 7 октября, включая сексуальное насилие Великобритания воздержалась, а 13 стран проголосовали за К сожалению, почти все наши рекомендации были проигнорированы, и результатом этого поспешного процесса стала несбалансированная резолюция, оторванная от реальности, сказал Роберт Вуд, заместитель посла США в ООН Мы не можем согласиться на ее принятие В состав Совета входят 15 государств-членов, 5 постоянных – Китай, Россия, США, Великобритания и Франция, и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблей ООН на двухлетний срок по 5 каждый год Только постоянные члены Совета имеют право вета В данный момент 10 временными членами являются Албания, Бразилия, Эквадор, председательствующий Габон, Гана, Япония, Мальта, Мозамбик, Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты А сейчас рекламный блок для наших слушателей в Чикаго и пригородах Напоминаю, что телефон рекламной службы Свет Медиагрупп 847 477 77 70 это в Чикаго Или 561 906 64 42 это в Майами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 847 675 9500 Это 847 675 9500 Или посмотрите нас в онлайн в шапировейн.ком Спешите увидеть! 2 января. Новая новогодняя история из сказки в сказку. Новая история. Веселые снеговики и Баба Яга отправляются в новое путешествие, чтобы помочь снеговичку-проказнику стать настоящим героем. Это совершенно новая новогодняя сказка, которую вы еще не видели. С героями новых сказок, играми, песнями и магией на сцене. Из сказки в сказку. Новая история. 2 января. Чикаго. Билеты на сайте eventcartel.com Михаил Шмуклер и Марина Демент – синоним класса надежности мастерства, когда мы говорим об общей и косметической стоматологии. Полный спектр самых современных и передовых процедур. Здоровая и красивая улыбка не только привлекает, но является залогом вашего общего благополучия. Экстренное лечение, профилактическое и восстановительное лечение, косметическая коррекция улыбки, отбеливание зубов, фарфоровые виниры, импланты, коронки, мосты, терапия корневого канала, лечение храпа. Адрес – 3400 Данди Роуд, Сьют 100, Норсбрук. Номер телефона – 847-205-01-90. 847-205-01-90. Похоронный дом Вайнстайн и Пизер предлагает самые выгодные цены на все услуги, а также современный зал для прощания с близкими. Здесь помогают русскоязычным семьям более 30 лет и гордятся этим. Чуткие сотрудники понимают традиции и нужды каждой семьи и хорошо знают, что именно необходимо в трудную минуту. За дополнительной информацией звоните. 847-256-57-00. 847-256-57-00. Адрес – 111 Сколки-Бульвар, Вилмет. Дорогие родители! Хотите ли вы развить у вашего ребенка логическое креативное мышление, структурный подход к решению любых, даже сложных жизненных задач, умение находить нестандартные решения, развить навыки работы в классе, ведение и пользование конспектами, которые подготовят его к учебе в колледже? Хотите видеть вашего ребенка, свободно выбирающего будущую престижную профессию, без страха за сложности с математикой? Все это вы найдете, записавшись в популярную по всей Америке и Канаде Russian School of Mathematics – RSM. За 25 лет своего существования школа, благодаря бесспорному успеху своих учеников, не раз привлекала к себе внимание таких популярных медиа, как Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Atlantic Magazine, NPR Radio и TED Talk. По оценке Центра для талантливой молодежи при Университете Джонса-Хопкинса, RSM входит в десятку лучших образовательных программ в мире. К вашим услугам 5 действующих филиалов RSM в Иллинойс, в Баффало-Гроув, Виллинге, Скоке, Шамбурге и Напервиль. Для записи зайдите на сайт www.mathschool.com и нажмите на зеленую кнопку Schedule Evaluation, где вы сможете выбрать из списка школу, удобную для вас по месторасположению. После короткого 30-минутного собеседования вам будет предложен класс, наиболее подходящий вашему ребенку. Ждем вас! Наш телефон 855-628-48-55. 855-628-48-55. Если вам нужен безупречный, очень надежный во всех аспектах автомобиль, то рекомендуем Mercedes-Benz от Hoffman Estates. Это ваш дилер. И неважно, идет речь о новой или подержанной машине. Нуждаетесь в качественном техобслуживании? Понадобились запчасти для самостоятельной работы с автомобилем? Во всех этих случаях Mercedes-Benz Hoffman Estates является наилучшим ответом. От новых фургонов Sprinter до нового Mercedes любого класса. Выбор автомобилей здесь непревзойденный. 10.00 West Golf Road в Hoffman Estates чуть к западу от I-90. Адрес в интернете mercedeshoffman.com Или позвоните по телефону 847-885-70-00. 847-885-70-00. Mercedes-Benz of Hoffman Estates. Там говорят по-украински, по-русски и по-польски. The Lodge of Norsebrook Вы пожилой человек? Готовы вести образ жизни, о котором не могли и мечтать? Тогда нужно начать со знакомительной экскурсии по The Lodge of Norsebrook. Осмотрите наши просторные, не требующие обслуживания дома. Полюбуйтесь потрясающим ландшафтом и видами из окон. Насладитесь изысканными блюдами и бесчетными удобствами, которые легко могут стать следующей главой вашей жизни. Мы приглашаем испытать на себе заслуженный вами комфорт, роскошь и душевное спокойствие, которые приходят с проживанием в The Lodge of Norsebrook. Позвоните по телефону 224-704-06-29, чтобы запланировать экскурсию или получить дополнительную информацию. 224-704-06-29. The Lodge of Norsebrook. United Health Care. Выбор плана Medicare – это серьезное решение, принимать его с бухты-барахты не следует. Гораздо мудрее было бы присесть и поговорить с человеком, который знает о планах Medicare буквально все. У компании United Health Care много лицензированных агентов по продажам прямо здесь, в Иллинойс, готовых ответить на все ваши вопросы по планам Medicare. Но мы рекомендуем проверенного человека – Полину Сигал. Звоните ей по телефону 1-847-452-8193 или зайдите на сайт uhc.com.medicare. Apex Windows Works. Мы уже живем, работаем и рекламируем для людей столько лет, что точно знаем, кто действительно хорош в своем деле. Apex Windows Works – абсолютно лучший выбор для вас, если вам нужно заменить окна или двери на пэтио, отремонтировать затуманившиеся стекла или заменить треснувшее или разбившееся стекло, починить прогнившие оконные рамы и сделать из старого дека совершенно новый. Не ждите, пока ваши окна и двери засифонят на чикагских морозах и все ваши домашние начнут простужаться. А зима-то катит в глаза. Мастерские руки от доброй науки. И главное, ребята из Apex Windows Works – это гарантированное качество и более чем умеренные цены. Рекомендуем с уверенностью, что вы останетесь довольны. ApexWindowsWorks.com или ApexDeckingUSA.com Номер телефона 847-916-85-55 847-916-85-55 Виллинг Синклер и Гроутлоу Сделки с недвижимостью, покупка и продажа коммерческих помещений и частных домов или квартир Estate Planning – завещание, трасты, доверенности Бизнес-услуги, регистрация компании, составление контрактов, продажа бизнеса, коммерческий лизинг и прочие услуги Ольга Гроут Номер телефона 312-331-04-90 312-331-04-90 Таня Синклер Номер телефона 773-406-17-90 773-406-17-90 Адрес в интернете 3w.sinclairgrowthlow.com Юридическая фирма обслуживает Чикаго и пригороды Тапос Гитана Восхитительная еда, широкий выбор тапос, в том числе множество вегетарианских и безглютеновых блюд Теплая обстановка, уютное патио и вежливое обслуживание Почувствуйте снова вкус настоящей Испании Энди и Тапос Гитана Тим ждут вас Номер телефона 847-784-93-00 Адрес ресторана 310-HUB-ROAD-NORSFIELD Адрес в интернете 3w.taposgitana.com Сергей Кучинский, ведущий адвокат юридической группы Кучинский Лоу Групп, теперь сотрудничает с фирмой Clifford Law Offices в Чикаго Одно из ведущих в стране юридических фирм, специализирующихся на делах, связанных с травмами и медицинской халатностью Сергей свободно владеет русским и эстонским языками Вместе эти компании будут вести ваши дела, связанные с медицинской халатностью, включая родовые травмы, черепно-мозговые травмы и хирургические ошибки Также в компетенцию Сергея входят Неправильная диагностика рака, ДТП, аварии с участием пешеходов и велосипедистов, травмы и гибели людей на железной инициативе дороги, авиакатастрофы, дела о дефектных изделиях, травмы на строительстве, взрывы, утопления, различные сложные дела, связанные с травмами и смертельным исходом Звоните Сергею Кучинскому в случае травмы или трагической гибели близкого человека Бесплатная консультация Звоните по телефону 1-833-425-6529 1-833-425-6529 Или заходите на сайт www.cliffordlow.com А я напоминаю, что вы слушаете радио ОСА Чикаго и мы продолжаем с обзором мировых событий Плохой анекдот Соучредитель и исполнительный директор Совета по американо-исламским отношениям Нихад Ават заявил, что он был счастлив 7 октября, как никогда в жизни Ават выступил с речью в неназванном отеле в одном из чикагских пригородов на съезде «Американские мусульмане за Палестину» Штаб-квартира Каир, Council of American Islamic Relations, находится, между прочим, на Капитолийском холме в Вашингтоне Террористов Хамаса Ават называл «жителями Газы» 7 октября жители Газы решили прорвать блокаду стены концентрационного лагеря И да, я был счастлив видеть это все, как люди сбрасывают оковы и свободно выходят в свои земли, куда им не разрешалось входить Жители Газы имеют право на самооборону, имеют право защищать себя А Израиль, как оккупирующая держава, не имеет такого права Подвиг жителей Газы вдохновил миллионы во всем мире, включая людей, которые не являются мусульманами Они благодарны жителям Газы, они больше не боятся, Израиль их не напугал Потому что они знают, что их рай находится в Газе, и если они захотят умереть, то попадут в другой рай Мы учимся у этих людей, а те, кто сочувствовал Израилю, просто ничего не поняли Они ошибаются, они не понимают, что жители Газы одержали победу Ежегодный съезд и банкет Каир должен был состояться в отеле Мариот Кристал Гейтуэй В Арлингтоне, Вирджиния Однако мероприятие было отменено после того, как, по словам Нехада Авада Экстремисты пригрозили заложить бомбы и убить персонал отеля из-за нашей позиции Разумеется, никто никому не угрожал Просто администрация отеля в Арлингтоне оказалась принципиальней Чикагской Ну или дальновидней, трусливой, выбирайте сами Что же касается знака равенства между Хамасом и жителями Газы То тут я с Авадом полностью согласен Хамас – это Газа, а Газа – это Хамас, однозначно И Израиль, на мой взгляд, излишне деликатен А фраза «Мы учимся у этих людей» – это повод как минимум немедленной депортации США в рай Газы И того, кто это произнес, и тех, кто ему аплодировал Просто анекдот До депортации дела вряд ли дойдет, что при Байдене, что при том, кому Байден может проиграть В таких делах Белый дом импотентен вне зависимости, кто им заправляет Но в данном случае он, дом, который белый, рассмешил всех Он исключил Каир из федерально финансируемого списка организаций борющихся Пауза С антисемитизмом Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил «Мы самым решительным образом осуждаем эти шокирующие антисемитские заявления Ужасные, жестокие теракты, совершенные Хамас 7 октября Были, как сказал президент Байден, отвратительны и представляют собой зло в чистом виде 7 октября стало самым смертоносным днем для еврейского народа со времен Холокоста Зверства того дня потрясают сознание, поэтому мы никогда не сможем забыть боль, которую Хамас причинил стольким невинным людям Господин Ават появился на мероприятие «Американские мусульмане за Палестину» и сделал противоречивые комментарии, которые привели к тому, что Белый дом был вынужден исключить группу из своего дополнительного документа по борьбе с антисемитизмом У меня в связи с этим только два вопроса Первый – напрашивающийся Мы заслужили право знать, кто является идиотом, который включил Каир в этот дополнительный документ Или нет? Второй даже не вопрос, а просьба Пожалуйста, умоляем, проведите законодательно обязательную ежемесячную проверку всех членов нынешней и всех будущих администраций на наличие мозгов Ну неудобно перед миром А Ават, лишившийся денег, сказал вчера, что его комментарии были вырваны из контекста антимусульманскими и антипалестинскими сайтами ненависти Во время своего выступления на прошлой неделе на конференции в поддержку прав палестинцев я осудил насилие в отношении всех гражданских лиц и все формы фанатизма, в частности, исламофобию и антисемитизм Я говорил о международном праве. Украинцы, палестинцы и другие оккупированные народы имеют право защищать себя и спасаться от оккупации справедливыми и законными средствами Но нападения на гражданских лиц никогда не являются приемлемым средством для этого, поэтому я осуждаю насилие против израильских граждан 7 октября Палестинцы, которые в тот день ненадолго вышли из Газы и ступили на свою землю, в символическом акте неповиновения блокаде и остановились герои А те экстремисты, которые продолжили атаковать мирных жителей на юге Израиля, нет Комментарии, я думаю, излишни Если бы не она 45 лет назад умерла Голда Мэйр, пятый премьер-министр Израиля Родилась в Киеве, переехала с родителями в США, жила в Милуоке, Чикаго, Денвере В 1921 году с молодым мужем перебралась в Палестину, родила двоих детей, работала прачкой, преподавала английский, познакомилась с Бен-Гурионом, вызвала из США родителей В числе прочих лидеров подписала Декларацию независимости Израиля 14 мая 1948 года, стала первым послом Израиля в СССР Кстати, неверившая в Бога Голда, впервые посетила синагогу в Москве и там же впервые постилась на Йом-Кипур Работала министром иностранных дел 17 марта 1969 года, стала премьер-министром страны Вот некоторые высказывания этой выдающейся женщины Ядерного оружия у нас нет, но если понадобится, мы его применим Моисей водил нас по пустыне 40 лет, чтобы привести к единственному месту на Ближнем Востоке, где нет никакой нефти Я никогда не прощу арабам то, что они заставили наших детей учиться их убивать Мы всегда утверждали, что в нашей войне с арабами у нас имеется секретное оружие Полное отсутствие альтернативы Египтяне могут бежать в Египет, сирийцы в Сирию Мы можем бежать только в море, а перед этим имеет смысл и дать сражение Вам никогда не найти лучшего спарринг-партнера, чем превратности судьбы Если арабы сложат оружие, насилия больше не будет Если евреи сложат оружие, Израиля больше не будет Лучше получать ноты протеста, чем телеграммы соболезнований Недавно ушедший Киссинджер писал Они могут теперь говорить все, что хотят, но если бы не Голда, Израиль не вышел бы из войны судного дня таким, каким вышел Если бы не Голда, Израиль не смог бы победить И только ей было под силу подписать соглашение о мире с Египтом через два месяца после кровопролитной войны Это соглашение действует уже почти полвека И по всем признакам продержится еще дольше Это была ее заслуга, но об этом принято забывать А сейчас второй рекламный блок для жителей Чикаго и пригородов Вы слушаете радио ОСА Чикаго, это Свет Медиагрупп Advanced Windows Corporation Новые окна – это уют, красота и тепло в доме Advanced Windows предлагают следующие виды окон Подъемные, раздвижные, створчатые, навесные, панорамные, эркерные Эркер – это выступающая часть фасада дома, остекленная частично или полностью Архитектурные стили окон, раздвижные стеклянные двери для пэтио и европейские двери и окна Приезжайте 4935 Уэст Лимойн Стрит, Чикаго Там шикарный выставочный зал или заходите на удобно сделанный для вас веб-сайт www.3w.advancedwindows.com И конечно звоните 773-379-35-00 Голдфиш В школе плавания «Золотая рыбка» Голдфиш Малыши учатся не только плаванию, но и тому, как преодолеть страх, быть упорным и достигать цели Здесь помогают им расти здоровыми, счастливыми, маленькими людьми 30-минутные уроки по индивидуальным программам, семейные и плавательные торжества, дни рождения и другие праздники Номер телефона 847-897-43-00 Нурсбрук Адрес 3101 Данди Роуд Адрес в интернете 3w.goldfishswimmingschool.com Эпсилон Если вы в поиске музыкального сопровождения своего торжества, можете перестать искать Рекомендуем Эпсилон Эти потрясающие музыканты обеспечат вас и ваших гостей кружевной и бесшовной смесью классического рока, джаза, блюза и поп-музыки Вы не усидите на месте Это действительно классно Знак качества света Проверено Великолепно Номер телефона 847-66-8-252 847-66-8-252 Говорят и по-русски тоже Ну или напишите им Remonta at sbcglobal.net Freight Consulting US Freight Consulting – ваш надежный партнер в сфере грузоперевозок Предлагает полный спектр услуг по поддержке автотранспортных предприятий с момента создания и до достижения успеха Миссия компании предельно ясна Мы стремимся снизить риски и сократить расходы грузовых компаний по всей стране Каким образом? Предоставляя ресурсы, проводя обучение на высшем уровне и поддерживая высочайшие этические стандарты отрасли Мы понимаем ваши проблемы Ведь успешное ведение тракового бизнеса сопряжено с различными сложностями Именно поэтому мы готовы оказать вам поддержку на каждом шагу Создание компаний, юридических лиц и иных коммерческих организаций Обучение и тренинги Подготовка специалистов по бухгалтерскому учету и безопасности с помощью специализированного обучения Обучение водителей и офисных специалистов Всестороннее обучение для достижения успеха в работе Почему стоит выбрать Freight Consulting US? Мы обеспечиваем успех и процветание Независимо от того, начинаете ли вы новое предприятие Или стремитесь повысить эффективность уже существующего бизнеса Мы предоставим вам все необходимое для достижения стабильной прибыли Чтобы узнать, что мы можем сделать для успеха вашего бизнеса сегодня Свяжитесь с нами по телефону 224-384-7780 224-384-7780 Или пишите info at freightconsulting.us Wing Chun Illinois Программа для детей от 4 до 7 и от 8 до 12 лет А также для подростков, взрослых и пожилых людей Тай-чи и кунг-фу Самозащита, концентрация, сила, уверенность в себе 1724 Milwaukee Avenue, Glenview Номер телефона 224-580-2165 224-580-2165 3C Automotive and Repair Ниже цены, выше качества Мастерская по ремонту всех марок автомобилей Отечественного и зарубежного производства Все виды механических работ Ремонт и заправка кондиционеров Компьютерная диагностика Прохождение эмишн-тест И буксировка Адрес 8256 Линкольн-Авеню, Скоуки Номер телефона 847-982-65-60 ФИМА Адрес в интернете 3w3cauto.com На этом сегодня все Вы слушали радио ОСА Чикаго Подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях Это Свет Медиа Групп на Фейсбук Свет Коннект Флорида Группа Также на Фейсбук Эти две группы продублированы И немножко снабжены другим контентом В Инстаграме Это Свет Флорида И Свет Медиа Групп Основной аккаунт В интернете Нас вы найдете На свет.ком Сохраняйте в закладках Адрес этого сайта И конечно же В Ютуб Свет Медиа Групп Тоже выкладывает свой контент В основном Это записи наших радиопрограмм Всего вам хорошего До новых встреч Желаю вам Спокойной и продуктивной Будущей недели С вами был Сергей Сосновский До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова